Нехватка молодых специалистов, вывоз сырья в другие регионы страны, отсутствие точек сбыта продукции. Проблемы, которые предприятия агропромышленного комплекса не в состоянии решить в одиночку. Стратегия развития республики отражает эти болевые точки и предлагает совместные пути решения. Документ сейчас обсуждается среди специалистов разных сфер. Одна из встреч состоялась на базе Чувашской сельхозакадемии. Сельхозтоваропроизводители продолжают работать и во время пандемии. Подготовку техники, саму посевную. Заготовку кормов не может отменить или сдвинуть ни один вирус. Правда, это непростое время более явственно выделило болевые точки. Например, животноводческие хозяйства весьма зависимы от импорта. Добавки кормам закупаются за границей. Кроме того, не так-то просто оказывается продавать свою продукцию через интернет. Эти и другие очень актуальные для отрасли проблемы находят свое решение в стратегии развития. Выполнение задач начали с определения специализации районов. Это позволит найти точки роста и начать создавать кластеры. То есть перерабатывающие предприятия будут в тех районах, где выращивается данная продукция. Кстати, вывоз сырья из региона – еще один важный вопрос, который необходимо решить в ближайшие годы. Перерабатывающие предприятия сталкиваются с отсутствием торговых площадей. Сетевые магазины не хотят брать местную продукцию. Очень мизерная доля местных производителей. По колбасным изделиям на вчера заходили, специально смотрели долю полок. В пятерочке доля полок меньше 5%. Это 6 позиций при 140 имеющихся. В магнитах и того меньше 2%. Также мы столкнулись с проблемой высоких наценок на нашу продукцию в сети «Пятерочка», где наценка доходила до 90%. Выход из ситуации разработчики стратегии видят в создании парка автолавок при крупных агропредприятиях. Кстати, такие специальные автомобили вполне могут выпускать наши же заводы. Подобные производства уже давно существуют в Шумерле. Создание региональной сети и общей торговой площадки в интернете также снимет многие вопросы. Мы очень внимательно будем работать над тем, чтобы, развивая дальнейшие формы поддержки, их нацеливать на то, чтобы у нас создавались современные производственные объекты в сельской территории. Возможно, торгово-логистические центры, которые будут обеспечивать аккумулирование продукции мелких производителей и соответствующее продвижение их как внутри региона, так и за пределами региона. Еще одна задача – поднять те направления, которые в республике были популярны в советское время, например, хмелеводство и рыбоводство. Слабой стороной остается пока использование водных ресурсов. Сегодня, к сожалению, мы производим рыбы в два с половиной раза меньше, чем 30 лет назад. Ставим задачу в ближайшие год-два сформировать нормативную правовую базу и выработать эффективные механизмы поддержки развития данного направления, охватив мерами господдержки весь технологический процесс данной подотрасли. Такие болевые точки и в дальнейшем будут определять вектор государственной поддержки. Только в этом году приняты механизмы субсидирования строительства комбикормовых заводов и эмбрионных центров. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика.